Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Столкнулся со следующей ситуацией. Является участником чата в Телеграме из 11 человек, все мужчины, в разной степени знакомы друг с другом, но трое из них регулярно конфликтуют между собой, в трепетках в чате, остаются тематами другим участникам, чтобы поддерживали их позицию и удаляются, но через какое-то время возвращаются обратно в чат. Чем может быть связано такое поведение и как решить проблему. Ну, поведение такое может быть связано, конечно, с конкуренцией. Я бы сказал, что на таком вот глобальном уровне, да, именно вот на глобальном уровне, проблема здесь заключается именно в том числе, люди используют борьбу, используют вот такую конкуренцию, как способ решить свои проблемы какие-то. Ну, это может быть и манипуляция, то есть это и есть манипуляция, вот как друг другом со стороны этих трёх мужчин, вот так и со стороны и по отношению к другим людям, позицию которых они выясняют. Вот, ничем хорошим это не закончится, ничем хорошим в общем и целом, борьба никогда не заканчивается, ну любая борьба, она в принципе завершается тем, что, в общем-то, каждый остаётся обижен. На других или другого. И, в общем-то, всё. То есть тут вот третьего не дано в этом смысле. Вот, значит, поэтому поддерживать позицию кого бы то ни было является, ну, по меньшей мере, такой довольно-таки бесперспективной историей. Вот. Если только вот вы не хотите там, ну, с кем-то сблизиться специально, да? То есть если вас вот кто-то не интересует специально. Так. Вот. Только в этом случае и только в этом смысле можно как-то вот о чём-то говорить. Что вот имеет какое-то значение, то вот поддерживаете вы кого-то или нет. В остальном, в остальных случаях, да, в остальном случае, это всё абсолютно бесперспективно. А теперь, если говорить, то, ну, не совсем понятно, да, какую именно проблему вы хотите решить. То есть вот, ну, вот вы сами. Что это за проблема, да, вот, которую именно вы хотите решить. То есть если вы хотите, чтобы люди не конфликтовали, например, вот, то, ну, скорее всего, у вас в этом смысле ничего не получится. Потому что люди хотят, люди будут конфликтовать. Вот это они не видят в этом, ну, вообще говоря, какой-то проблем. И пока люди не видят в этом какой-то проблемы, они будут конфликтовать. Поэтому пытаясь, ну, вот, как-то, например, да, сделать, сделать так, чтобы люди не конфликтовали, но у вас, на мой взгляд, ничего не получат. Вот, к сожалению. Это, ну, просто надо. Невозможно сделать. Другой вопрос, если вас это как-то задевает, да, другой вопрос, если вас это как-то вот волнует. Другой вопрос, если вас это как-то срывочет, то это, конечно, вопрос такой довольно серьезный. Вот. Потому что, именно если вас это задевает как-то, если вас это как-то срывает, то это серьезно. Например, вам сложно, ну, допустим, вам сложно отказать, например, ну, человеку, да, вот. Сложно сказать «нет» или сложно отстоять свою позицию или конфликт, ну, конфликты вот в целом вас как-то беспокоят, да? Ну, именно вот в целом вас как-то беспокоят конфликты, вы боитесь, например, ну, конфликтов, вот. Если это так, то это проблема скорее уже больше ваша, собственно, нежели чем людей вот конкретных, да? И, соответственно, в этом, ну, в этом смысле, в этом случае как бы работать с проблемой именно, да? Нужно вам, ну, нужно вот понять в данном случае и увидеть, что это ваша проблема, не проблема этих людей. Вот, взять на себя ответственность за проблематику, вот, которая происходит, да? Почему-то меня вот это волнует, да? То есть чем-то, чем-то меня это тревожит, вот. Почему-то вот меня это беспокоит и из-за чего-то я себя, ну, грубо говоря, вот, не очень хорошо чувствую, когда это происходит. Понимаете, да? Какая история здесь. Вот. Вот в этом направлении примерно вам и нужно, как мне кажется, двигаться. Вот, именно в этом направлении. Именно вот в рамках вот этого направления вам нужно двигаться. Вот как-то так. То есть, вы не обязаны, в принципе, любить конфликты. Вот, вы не обязаны, ну, людям угождать. Вот, если у вас имеет место быть, ну, вот, своя позиция, то о ней, о своей позиции. Нужно сказать. Даже если это повлечет вот какое-то недовольство. А если вы боитесь недовольства, да? То есть, ну, вот, если вам, ну, как-то вот не хочется, чтобы недовольство, ну, было, имело место быть, да? То в этом случае это уже говорит о ваших страхах. Вот, о том, что вы чего-то боитесь, о том, что вы чего-то опасаетесь, ну, и, соответственно, уже можно здесь как-то вот исходить. А, конкретно из этой позиции, вот, конкретно в этом можно видеть проблематику вашу. Вот, ни в коем случае не проблематику других людей. Потому что, ну, как бы, другие люди здесь ни при чем. Мужчины в этом, ну, в данном случае мужчины просто, вот, они, что они решают какие-то свои проблемы. В большом счете. Вот. Вот такой ответ я хотел бы вам предложить сейчас с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот, надеюсь, что вам это было полезно, интересно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой, да? Например, ну, вот, допустим, поисследовать, к примеру, вот, то, почему для вас проблема, ну, является, почему для вас является проблемой поведение, вот, этих людей. То есть, как это на вас влияет. Вот. Я думаю, что, скорее всего, речь идет о некоторой зависимости вашей, ну, от этого чапа в Телеграме. Ну, вот. То есть, ну, вполне нормально, что как-то вот вы зависите от этих людей, и, соответственно, вас это, ну, вас это, как-то, ну, тревожит, да, беспокоит. Ну, вот, и вы боитесь испортить отношения с людьми, потому что, ну, опоздаетесь как-то, что это повлияет как-то вот на, ну, на вашу жизнь, да, уменьшит, уменьшит или снизит качество жизни вашей. Ну, вполне возможно, что ваши страхи обоснованы, то есть, ну, люди, в принципе, могут, ээээ, действительно шнилить качество вашей жизни. Ну, вопрос в том, что качество жизни, ну, наверное, не должно зависеть от таких людей. То есть, вот, оно, как мне кажется, должно все-таки быть более, эээм, ну, более стабильным. Вот. Должно быть более надежным и не зависеть от плохого или хорошего настроения других людей. Вот. Поэтому, да, для вас это, эээ, для вас эта ситуация, данная ситуация для вас ничто иное, как вызов, эээ, вызов, эээ, в смысле того, что может быть стать, эээ, более самостоятельным, да, может быть стать более, эээ, таким вот, уверенным в ээээ, и может быть, эээ, более, ну, более полно научиться ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Не уверен, что вы посмотрите на это с такой точки зрения, который я предложил посмотреть, но тем не менее. Всего вам самого доброго.